Сегодня в России День оружейника. Праздник работников оборонной промышленности отмечается ежегодно, начиная с 2012 года. На прямой связи из Тулы наш корреспондент Артём Потёмин. Артём, здравствуйте. Что на сегодня запланировано в столице российского оружия? Да, коллеги, я вас приветствую. Ну, начнётся праздник сегодня ровно в 11 утра на Аллее Славы, напротив Музея оружия. Там, я напомню, собраны бюсты великих русских оружейников, которые жили и работали в Туле. И вот сегодня состоится открытие бюста выдающемуся российскому конструктору, создателю реактивных систем залпового огня Геннадию Денежкину. Ну, а накануне в здании дворянского собрания прошло награждение тех сотрудников оборонно-промышленной отрасли, которые наиболее отличились за прошедший год. Вот награды они получили из рук губернатора Тульской области Алексея Дюмина. И вот нам удалось пообщаться, можно сказать, с ещё одной легендой тульской оружейной отрасли. Это Николай Макаровец, также выдающийся конструктор. И он напомнил нам, что те образцы вооружения и военной техники, созданные здесь, в Туле, на тульских предприятиях, сегодня защищают интересы не только Российской Федерации, но и нескольких десятков стран, которые выбрали именно русское оружие. Тула сохраняет титул оружейной столицы Тулы. Я хочу сказать, что, будучи в Сирии, я увидел, что там воюют 11 образцами оружия Тульской области. Праздник, он является для нас почётным, он нас мобилизует. Мы, безусловно, благодарны президенту и рады, что на сегодня, 17-й год, 18-й, очень хорошо выглядят по заказам, государственным оборонным заказам. Стечкин, Дегтярев, Шипунов, имена этих конструкторов давно уже стали брендом не только тульским, общероссийским, но и мировым. Их разработки отличаются надёжностью, высокой эффективностью и в то же время простотой использования. То есть всем тем, чем и славились тульские оружейники, собственно, продукция тульских оружейников. И выступая с поздравительной речью, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что Тула действительно была, есть и будет столицей русского оружия. День оружейника для Тульской области – это особый праздник. Ведь Тула по праву считалась и считается оружейной столицей России. У нас на предприятиях работают многочисленные династии, которые создают образцы вооружения техники, которые уже приняты во вооружение армии России. Я хочу поздравить всех ветеранов, всех работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником. Пожелать им здоровья, пожелать им новых открытий для улучшения обороноспособности нашей страны и все, чтобы было сделано на благо нашей Родины. С праздником! Ну и сегодня в столице русского оружия действительно целый день будут проходить праздничные мероприятия. В частности, в музее оружия будут организованы бесплатные экскурсии. Ну и кроме того, организаторы подготовили и ряд маршрутов по городу под названием «Тула-оружейный». Ну а завершится все сегодня вечером красочным светом музыкальным представлением. Коллеги. Спасибо, Артем. Артем Потемин рассказал, как сегодня в Туле отметят День оружейника. И сегодня всех работников оборонной промышленности поздравил Владимир Путин. Продолжение следует...